в прямом смысле спасли нас самый тяжелый удар во время эпидемии конечно же лег на их плечи правительство она делала свою работу и в этом смысле я перед ними тоже снимаю шапку израиль сделал много для своих граждан во время эпидемии и это нужно признать это правда на мой взгляд мы в этом смысле но если не самые первые в плане пятерки самых успешных стран они сильно вдают подробности может быть специалисты больше об этом знает и могут сказать больше я думаю что мы где-то в пятерке у нас привито 2 прививки более 5 миллионов уже или где-то около 5 миллионов где-то в этих пределах то есть при населении там в девять с небольшим делаете выводы и вот вы замечаете сколько сколько вот этого транспорта когда мы были маленькие помните самокатики у нас братом был один на двоих всегда были споры кто будет кататься и тому подобное сейчас это жизненная необходимость города тель-вива потому что перенаселение и здесь вказывается во всем то есть город конечно же заселяет молодежь во многом снимает квартиру смежно вот он вот о чем я вам говорю именно сюда я хотел вас привести как-то снимал при этом видео снимок на телефон сейчас я имею камеру мне приятно самому переснять свои старые маршруты тем более в такой день вечером рабочего дня хочу передать вам атмосферу показать вот вечернюю телевизор сколько молодых и счастливых лиц посмотреть так вот я самокатах и велосипедах это просто стала жизненной необходимостью то есть скажем люди живут парковочных мест естественно не хватает если вы работаете живете либо учитесь этот уровень тель-авива центре города и тому подобное тель-авив сам по себе городка по моим меркам крошечных и 450 тысяч живет в годы моей жизни здесь за два часа пробегал по 200 любви велосипед самый счастлив транспорт и самокатики они востребованы что я хочу сказать я проезжал по улице дизингов хочу отметить что уже и самокатом и там уже тесно но если бы я пришел поснимать туда в пятницу вы бы поняли что очень даже им уже и там тесно то есть как я сказал город не перестроился зовут каких-то там 15-17 лет назад что это же он не перестроился внутри здесь в центре жизнь ушла далеко вперед несомненно мы видим как человечество шагает семимильными шагами вперед и вот тут немножко мы буксуем а в остальном все прекрасно шикарный день сам яду и получаю массу удовольствия от этой прогулки хочу сказать что находясь в компании вот таких прекрасных людей расслаблены отдыхающих ну наверно это навеваешь самые такие теплые чувства кассе чем чабан его так попетляем то вправо то влево то зайдем на одну улицу на другую нет никакого плана которого мы должны придерживаться не там и для него не в голове не в ногах просто идем просто гулять мечтали что в такой день просто побыть вместе с вами погулять посмотреть на вечерний город вообще честно сказать я городской житель но особенно я люблю вечерние часы потому что конечно же вечер выведет город во всей красе он наряжается многочисленными огнями наполняется именно телевик наполняется вечерней жизнь вот вы можете смотреть надо вот он дизель гофт-центр правдами и неправдами мы вывернули обратно просто хотелось вам показать пройти немножко с вами очень красиво ты на ноги вымели меня сами сюда потому что она здесь конечно моей жизни произошли приятные события когда-то с этой улице садился уезжал на работу там по одаре я жил да прикольно прикольно ребят я бы сказал что тель-авив такой знаете это когда вы в жаркую погоду с собой в дорогу возьмете плитку шоколада по прошествии некоторого времени попытаетесь вытащить и съесть его и вы обнаружите что он такой уже практически полу расплавлен наверное так выглядит сегодня тель-авив так выглядят люди все-таки жара видно сделала свое дело звуки такие вот как бы приглушенный то ли я уже немножко подустал концу дня то ли вот такие мои впечатления вот обратите внимание на количество велосипедов просто добавьте книги тысячные тысячные толпы людей вот я говорю если в пятницу приехать сюда но вот вон на той улице конечно будет аншлаг просто вот завистью но с хорошей завистью с белой завистью смотрю на деревья вот мне не хватает я хоть городской жить полностью городской житель но любой клочок природы всегда меня не оставляет равнодушным конечно же я хочу сказать и своего жизненного опыта я хочу сказать давайте свернем пройдемся посмотрим по маленьким уличкам я хочу сказать что я своего жизненного опыта могу сказать что когда я жил в швеции хотел бы осветить в швеции забота о государстве о людях да высоко все слышали о том что в швеции там то и то но все наверное не знают что в швеции